здравствуйте уважаемые зрители канала хобби уральцы и так теплицу мы подготовили к посадке наших культур с этого времени у нас прошло порядка одних суток и теперь мы непосредственно приступим к посадке естественно для посадки нам нужно убрать сначала укрывной материал так чтобы он нам не мешался лунки у нас уже приготовлены хорошо пролиты за сутки земля в лунках максимально нагрелась также влага которой мы поливали имеет сейчас максимальную температуру и тем самым мы дадим нашим тепличным культурам максимально хороший старт я снимал ролик о идеальной рассаде но так как строительство теплицы у нас значительно затянулась то естественно и рассада вся вытянулась и теперь далека от идеальной если перцы и баклажаны вполне приемлемые то рассада томатов конечно очень сильно вытянулась и уже завязываются бутоны что скажем так не самая хорошая ситуация для посадки рассады так как лунки у нас были заранее приготовлены мы имеем возможность четко по сортам распределить каждую руночку и уже спланировать где же мы будем какую культуру садить очень удобно так все культуры мы разложили по сортам по количеству так чтобы нам теперь согласно схемы было очень удобно высаживать но перед тем как высадить нужно еще провести определенные операции так как у нас томаты уже переросли вытянулись то мы будем их садить при этом ствол будем заглублять и оставлять примерно вот такую часть на поверхности нам придется все листья которые у нас будут находиться под землей убрать иначе это приведет к загниванию и возможно даже гибели растения таким образом мы подготовим все томаты баклажаны и перцы и так все сорта мы разложили соответствующие лунки и теперь приступим к посадке тепличная культура у нас разложены со смещением на одну лунку посадочная лунка у нас пустая из нее мы полностью убираем в предыдущую лунку землю и сюда укладываем томаты тот факт что томаты у нас сейчас переросли и имеют большую длину негативный мы превратим в пользу и увеличим корневую систему укладывая их лежа тем самым корневая система у нас будет составлять примерно 20-30 сантиметров у каждого растения землей из следующей лунки мы закрываем предыдущую лунку уже с посаженными томатами тем самым экономим время на посадку баклажаны мы высаживаем подобным образом как и томаты в рядке мы садим по три штуки поэтому центральный садим вертикально и выбираем самый маленький а по краям аналогичным томатам укладываем их горизонтально и тоже со следующего рядка накрываем наши баклажанчики землей после посадки конечно их нужно будет поправить теплица у нас сориентирована с севера на юг естественно самая высокорослая сорта мы садим с северной стороны и чем сорта томатов а также баклажанов и перцев ниже они у нас идут к южной стороне аналогичным образом садим все баклажаны и перцы внизу в описании вы сможете увидеть список сортов высаженных томатов баклажанов и перцев ну и в последнем рядке наши теплички мы традиционно высаживаем базилик базилик я садил в рулончики как я и говорил что есть один недостаток рассада очень сильно вытягивается но нужно учесть что в принципе мы все высаживаем гораздо раньше то есть практически на один месяц и месяц назад он был примерно вот такой это было бы не так страшно и в принципе очень было бы хорошо но связи строительством теплицы конечно сроки у нас двинулись но в любом случае базилик мы кушать будем садили мы его двумя разными способами в этот рулончик вот в этот рулончик мы садили сразу семечки в этом рулончике у нас была рассада кстати как мы это делали можно посмотреть ссылочка есть внизу в описании а также она появилась на экране ну а теперь уже приступим непосредственно к посадке высаживать конечно из таких рулончиков очень удобно это огромный плюс корневая система каждого растения находится в отдельности и такое маленькое расстояние а тут наверное практически не знаю 20 может быть саженцев мы будем кустики тоже высаживать с наклоном и корневая система одного растения будет находиться под другим ничего страшного из рулончика конечно очень удобно каждого растения корневая система идет вниз и очень легко разделяется при этом практически не повреждается теперь засыпаем землей и стараемся каждое растение отделить друг от друга чтобы они были на определенном расстоянии если у нас будет очень часто в итоге сидеть базилик мы его используем в пищу тем самым проредим его значительно ну и конечно же всю рассаду мы еще раз хорошо проливаем каждую рулонку итак посадку и полив мы закончили теперь нужно будет применить ряд мер для того чтобы исключить появление грибковых болезней об этом мы поговорим в следующей серии посадку тепличных культур желательно конечно делать в пасмурный день или вечером потом для наших условий очень актуально закрыть от солнышка все акрилом укрывной материал будет днем спасать от прямых солнечных лучей а ночью от заморозков ну и до вечера конечно нужно оставить все форточки и двери открытыми чтобы температура не была максимальной а теперь если понравилось видео ставьте палец вверх пишите комментарии обязательно задавайте вопросы делитесь своими советами возможно это кому-нибудь поможет и даже мне не забывайте поделиться этим видео роликом в своих соц сетях подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новый видео ролик успехов вам и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok